Итак, экран регистрации и работа над ошибками. Почему работа над ошибками? Потому что на экране авторизации не выходит форма, потому что это растровые слои, и вторая ошибка это потому что на экране регистрации уже второй шаг активный, это верификация, что неправильно, поэтому исправляем. Во-первых, копируем любой из инпутов и переходим на экран авторизации, ищем группу контейнер с инпутом, вставляем его, сбрасываем позицию, текст выравниваем по правому краю, я уберу placeholder, все остальное меню устраивает, отключаю плашку растровую и значение. Далее, вот в триггере старт я создаю отклик фокус, и собственно говоря, это будет фокус с задержкой 0.5. Поменяю название инпута, готово, первую ошибку исправил. Вторая ошибка, как я уже сказал, это экран. Первый экран регистрации должен быть, собственно, вводом номера телефона. Это 203 экран, всю структуру импортируешь. Далее, следом, сразу же нужно импортировать верификацию. Теперь уже правильно, и только экспортируемые слои. Все новые слои перемещаешь направо от артборда, можно добавить дополнительный отступ. Это не так важно. Далее, также вернемся в авторизацию и возьмем этот input. Вот он. Сразу же я сменю ему тип на number. Скопирую. И вставлю на регистрацию. И, собственно, сюда. Точнее, перед вставкой нужно сгруппировать все эти элементы. И вставлю. Для того, чтобы быстрее все было, я просто таким образом сбрасываю позицию и не вставлю это все вручную. Итак, лейбл я оставлю включенным, отключаю только значение. Здесь ничего не надо больше менять. Здесь то же самое. Отключаю значение, отключаю плашку. Так, здесь я отключить забыл плашку. Готово. Теперь, собственно, анимация. В целом, анимация уже знакомая. Это триггер Start и отклики Move и Opacity на каждый элемент. Опять-таки, я напомню, для контейнера, который является кнопкой возврата, на предыдущий экран анимация будет следующей. Выделяешь слово, ставишь отклик Move и Opacity. Opacity сразу на сотню. Move по оси X 18. Сдвигаешь на 20 пикселей, выбираешь Opacity. Стрелка анимируется только по прозрачности. Ставишь 100%. Оригинальное, исходное значение прозрачности на 0. Заголовок анимируется таким же образом. Move. Opacity. 100. 169. Сдвиг. Ну. Готово. Все тайминги будут одинаковыми. 56 сотых. И, в принципе, здесь все. Дальше появление элементов на экране будет таким же образом, только направление будет другое. Move. Opacity. То же самое на импуте. На кнопке. Opacity. И здесь то же самое. Все отклики прозрачности значения выводишь на сотню. Move запоминаешь. И вводишь по значению оси Х. 309. 379. Готово. Поднимаешь на 20 пикселей вверх. Все элементы. И уводишь прозрачность в 0. Далее. Тайминги точно такие же. Только начиная с этого элемента можно добавить в 16 сотых с отступом. В 8 сотых задержку. 4 десятых. Ну и 48 сотых. Готово. Плавное появление всех элементов настроено. Далее на этот контейнер, кнопки, который символизирует кнопку назад, ставишь Tab Trigger. Jump. Отклик. На экран, собственно, двух форм. Slide Out. Слева направо. Готово. По тапу на кнопку продолжить. Как ты уже понял, это будет Trigger Tab. Нужно повесить следующие отклики. По сути, это все будет Move. Отклики. За исключением текстовой ссылки Resend Code. В принципе, можно начать делать уже. Move. Move. Опять-таки Move. Move. И на Resend Code не нужно. Все эти отклики ставишь в значение на минус 320. Давай проверим, уйдет ли. Да, все в порядке. Далее, всем откликам этой формы нужно теперь, точнее, всем элементам этой формы нужно добавить отклики Move, соответственно. Move и Move. немножко будет отличаться значение откликов Move у заголовка. Оно будет 102 и у текста 45. Последним двум 30 по оси х. Теперь работаем с таймингами. 56 сотых. Далее, со второго элемента будет задержка в 16 сотых и добавляем по 8 сотых. То же самое со второй формы. Проверяем. Готово. Так, странным образом почему-то не отображается. А, я понял, это прямоугольник. Готово. Что осталось? Осталось по тапу на Done создаешь триггер Done поставить отклик Jump на тап Overview и по типу перехода это будет Fake. Далее нужно будет поставить фокус. То есть, когда форма загружается, ты должен поставить фокус на Input. Здесь с задержкой пять десятых и при тапе на саму кнопку продолжить здесь будет тоже фокус, но уже на этот Input фокус пять десятых проверяем. Работает? Работает. Возвращаемся назад. Анимация работает. Теперь проверим все экраны. Здесь у нас точнее вернемся на Sign In Sign Up. Сцена запускаем. Работает. Работает. Если я контекстно переключусь обратно и зайду сюда, сцена запускается. Повтор. Ага, клавиатура пропадает. Все почему? Потому что здесь опять-таки по тапу не сбрасываются сцены. В данном случае нужно поставить чекбокс сбрасывать выбранные сцены. Проверяем. Заходим. Перезапускается. Уходим. Работает. Теперь обратно на Sign Up. Работает. Назад. Продолжить. Done. Готово. В принципе это все. В следующем уроке ты начнешь анимировать главный экран приложения.